Всем привет с вами Кирилла, вы на канале Кирилл Киев, и мы сегодня основываем серию на проекте Мазин Хури Плей, это второй сервачок, все ссылочки есть как всегда в описании под видео, поэтому заходите смотрите и начинайте играть вместе со мной. Ну а в этом ролике, дамы и господа, я вам расскажу уже конечную историю насчет наших бизнесов, там из-за чего их забрали, что мы из этого получили, что мы из этого потеряли, то есть в этом ролике мы полностью закроем эту тему, и я вам все расскажу от начала до конца в самых малейших подробностях, смотрите видео от начала до конца, ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал, покажите на этом ролике максимальную просто активность, я вам буду очень сильно благодарен. Ну а если ты собираешься играть на Мазинхе, то конечно же вводим промокод, пишешь слэш мм, седьмой пункт промокод, указать друга ютубера и вводишь промокод полканов, за этот промокод ты получишь 350 тысяч, тебе всего лишь нужно зайти на любой сервачок, ввести промокод, вкачать уровень и ты получаешь бабки. Ну что же, дамы и господа, я думаю можем начинать данный ролик, повторюсь, смотрите его от начала до конца, чтобы понять всю ситуацию, всем желаю приятного просмотра, а тем кто кушает, приятного аппетита. Ну что же, дамы и господа, давайте начнем с самого начала, когда мы пришли на второй сервачок, это было примерно 3 месяца назад, получается мы пришли на второй сервачок и как бы начали здесь потихонечку развиваться. Сначала мы купили вот такую транспортную компанию, которая до сих пор у нас есть, которой мы занимаемся и здесь рядом получается был вот такой вот бизнес 24 на 7, получается на тот момент, когда мы пришли на второй сервачок, здесь была монополия, монополия 24 на 7, в чем заключалась эта монополия? Монополия заключалась в том, что каждом 24 на 7 стали ремки по 8 тысяч рублей и кто не ставил цены, которые должны были быть, тому поджигали бизнес, соответственно здесь была монополия и мы как бы это узнали, это увидели и решили приобрести себе 24 на 7, чтобы самим закупаться дешево и чтобы мои подписчики, то есть мои зрители тоже покупали ремки по нормальным ценам, потому что 8 тысяч по цене на это было очень дорого, то есть мы специально как бы взяли и купили 24 на 7 и как бы Максим держал компанию, он не мог приобрести этот бизнес, поэтому он дал мне бабки и мы приобрели этот бизнес на меня, все как бы было хорошо, мы держали этот бизнес, мы поломали монополию, то есть везде эти ремки там по 3, по 3 500, то есть мы полностью поломали монополию и во всех магазинах уже стали быть адекватные цены. Ну а теперь получается наступил 2022 год и Америкос решается приобрести АЗС в городе Арзамас, он получается купил эту АЗС, я передал 24 на 7 нашему пацану с Фомы, чтобы он его держал, Максим на меня перекинул АЗС и забрал себе обратно компанию. Но не все так просто пацаны, потому что в декабре, то есть в конце 21 года вводят 27 числа новое правило, о котором мы конечно же не знали, то есть передача бизнеса для покупки другого бизнеса запрещена, из-за этого нас просто выебали, из-за этого у нас пацаны забрали 2 бизнеса. В один прекрасный день я просто захожу на свой аккаунт и у меня вылазит предупреждение, то что мой аккаунт отмечен как подозрительный. Такое было не только у меня, такое было и у Америкоса, и у пацана, который держал 23 на 7. Не поняли изначально в чем как бы проблема, как бы мы вроде бы ничего такого в принципе не делали. И в итоге выясняется то, что нас ебали из-за вот этого нового правила, о котором просто никто не знал, понимаете? Абсолютно никто об этом не знал. В итоге как выясняется, у нас как бы хотят забрать бизнесы за нарушение этих правил. Мы там вроде бы как поговорили, ну точнее Америкос поговорил со спецадминистраторами, изначально нам сказали то, что продавайте бизнесы и половину суммы мы у вас заберем. Мы как бы начали продавать бизнесы, вроде бы как нашли покупателей, но в итоге на следующий день ночью у нас просто берут и забирают 2 бизнеса, 24 на 7 и АЗС в городе Арзамас. По итогу, как нам сказали то, что как бы это несправедливо, потому что у других людей, которые накосячили, у них просто забрали бизнесы и им не дали возможность продать их. И поэтому, чтобы было по справедливости, у нас так же само забрали бизнесы и сказали то, что наши бизнесы будут на аукционе. По итогу, спустя несколько дней получается все-таки добавили этот аукцион и наши бизнесы были на аукционе. Но честно, пацаны, я наблюдал за этим аукционом, я был просто в шоке, потому что толком никто ставки даже особо и не ставил. То есть конкретно там конкуренции никакой даже не было, понимаете? Я просто был в шоке, потому что бизнесы забрали по максимально низким ценам. Там было 4 бизнеса на аукционе, это получается магазин Одежда Южного, нотариус Арзамаса, наша АЗС в городе Арзамас и 24 на 7 в Роговичах. То есть, пацаны, реально, был аукцион, я смотрел, там просто такие низкие цены были. По итогу, получается, магазин Одежды в городе Южный забрали за 230 миллионов, нотариус города Арзамас забрали, по-моему, за 400 миллионов. Нашу АЗС забрали за 270 миллионов, 24 на 7 забрали за 181 миллион рублей. Ну, конечно же, нам нельзя было участвовать, потому что есть правило, то что те, у кого забрали бизнесы, они не имеют возможности участвовать в аукционе. Ну что ж, теперь давайте я вам расскажу самое интересное вообще, за сколько мы покупали АЗС, потому что в этом, в принципе, никто не знал до последнего, потому что мне Америкос запрещал это говорить. И я вам сейчас расскажу, сколько вообще мы, по сути, потеряли денег. И выскажу вообще свое мнение по этой ситуации. Получается, 24 на 7 мы купили примерно за 150, за 160 миллионов. Точно я не могу сказать, потому что, получается, мы дали человеку 40 миллионов и дали, получается, корветт с аудио и нитро. Насчет АЗС, пацаны, самое, я думаю, интересное, всем просто было интересно, за сколько мы ее купили. Купили мы ее, получается, за 300 миллионов рублей. По сути, это недорого, потому что, ну, финка там была реально неплохая. В день финка была там миллион пятьсот, миллион восемьсот. По итогу на два бизнеса мы потратили 450 миллионов. Но нам, получается, с аукциона вернули 150 плюс 70, 220 миллионов. То есть, полсуммы у нас, получается, забрали за то, что мы нарушили это правило. На самом деле, не все так плохо, потому что, если бы нам вообще бы ничего не вернули, это было бы намного хуже. Ну, либо, если нас просто деактивировали, хотя, ну, по сути, в этом ничего такого прям криминального нету. Особенно, если ты об этом не знал. Но, как мы все прекрасно понимаем, то, что незнание правил не освобождает от ответственности. На самом деле, я ходил потом в Дискорд, как бы, общался и с Федей Чу, и со спецадминами, и с Кириллом Литвиным. То есть, со всеми, как бы, я общался, мы обсуждали эту всю ситуацию. И что они вообще мне, в принципе, сказали. Во-вторых, вообще, для чего добавили это правило? Вообще, зачем оно нужно, да, пацаны? Многие спросят, зачем вообще, по сути, нужно это правило? Это нужно для того, пацаны, чтобы, как бы, у вас, допустим, есть, там, богатый друг, у которого, там, миллиарды, знаете. Но, иметь можно, по системе, можно иметь только один бизнес. И представьте такую ситуацию, то, что, как бы, у вас есть богатый друг, он просто берет, допустим, покупает 4 АЗСки, и просто, как бы, у этого человека будет 4 бизнеса, понимаете? И он их не будет продавать. Он просто сделает монополию, то есть, у него будет 4 АЗСки, которые он будет держать, и с этого зарабатывать очень большие бабки. То есть, это правило добавили для того, чтобы игроки сами развивались, и сами за свои деньги покупали бизнесы. Чтобы им не помогали друзья, понимаете? И чтобы не было вот такой вот херни с монополией. Поэтому, пацаны, как бы, передача и покупка нового бизнеса запрещена. То есть, если у вас есть бизнес, вам запрещено передавать бизнес своему другу и покупать другой бизнес. Также запрещено давать деньги другу для покупки бизнеса. Запрещено даже просто передавать бизнес на время. То есть, это считается махинациями, и за это у вас просто могут забрать бизнес, как получилось, в принципе, у нас. На самом деле самое неприятное то, что мы купили АЗС, мы буквально подержали ее несколько дней и у нас просто ее забрали. То есть мы не успели с этой АЗС даже ничего заработать. То есть этот бизнес мы купили у девушки, которая вообще им не занималась, в этом бизнесе месяц не было просто топлива. Мы его приобрели, начали им заниматься, я им занимался лично, я возил туда топливо и там всегда она работала. В итоге мы ее подержали несколько дней и у нас ее забрали. Многие у которых забрали бизнесы, а они эти бизнесы там держали полгода, годом и так далее. А мы даже неделю не успели подержать бизнес. В любом случае мы теперь об этом знаем, то что нельзя так делать, пацаны. И я вас об этом предупреждаю, потому что, ну ладно, у нас там бизнесы в принципе не особо дорогие. А если бы мы купили там допустим аптеку, либо нотариус, то есть мы потеряли бы намного больше денег. Поэтому пацаны, прежде чем что-то делать, лучше зайдите и почитайте просто правила. Потому что правила могут обновляться каждый день. Я думаю вам реально будет обидно, если вы что-то купите, либо что-то сделаете и вас просто деактивируют, либо забанят. А вы просто не знали то, что так нельзя делать. Поэтому прежде чем что-то покупать, там продавать, там какие-то знаете схемы делать. Лучше зайдите реально на сайт, на форум. Почитайте просто все правила, чтобы вы реально были обезопасены. И чтобы у вас потом в будущем не было проблем. Ну что ж, дамы и господа, на этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь, обязательно на канал. Напишите вообще в комментариях свое мнение, как бы. То есть честно, я доволен то, что ситуация закончилась именно так. Поэтому большое спасибо то, что там разработчики, руководство уделили время. Мы с ними пообщались как бы в дискорде. Выяснили как бы всю эту ситуацию. Поэтому им реально большое спасибо. Но реально пацаны неприятно то, что мы на ровном месте потеряли деньги. Но хорошо то, что хотя бы половину той суммы, что мы потратили, нам как бы вернули. Повторюсь пацаны, все ссылочки есть в описании под видео. Жду вас на втором сервачке. Могу вас принять в семью, в компанию. Чем смогу, тем помогу. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok